Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Подрядчиков, занимающихся капремонтом, стало в три раза больше. Реестр расширили, так как к юбилею Кирова предстоит отремонтировать фасады 226 зданий. Работа уже выполнена на фасадах 25 домов. Еще в 91 доме они ведутся. Как пояснили в правительстве области, ресурсов подрядчиков для выполнения всех запланированных работ было недостаточно. Поэтому были направлены письма в соседние регионы, чтобы привлечь новые компании. В итоге число квалифицированных организаций увеличили втрое. До конца марта власти намерены выбрать подрядчиков для оставшихся домов. Экономика. Кирове на продажу выставили бывший кинотеатр «Мир». За двухэтажное здание площадью в 1800 квадратных метров собственник рассчитывает получить 35 миллионов рублей. Отмечается, что оно подходит под бизнес-центр, торговый центр, торгово-развлекательный центр. Здание, напомню, находится на Ленина 87. После закрытия кинотеатра в здании работал развлекательный центр «Новый мир», турагентство, ночной клуб, бильярдный клуб и другие заведения. В эфире «Экономика». Зарплатные ожидания женщин в Кировской области на 20 тысяч ниже, чем у мужчин. Служба исследований «Хэтхантер» проанализировала женские резюме. Оказалось, что чаще всего женщины региона ищут работу продавцами, бухгалтерами, менеджерами по продажам, администраторами, секретарями, экономистами, делопроизводителями и дизайнерами. Средняя зарплата, которую женщины из Кировской области указывают в своих резюме – 30 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 50 тысяч. При этом 59% женщин жалуются, что им сложно найти работу с достойной зарплатой. Среди мужчин таких 47%. Еще 44% женщин хотят, но не могут найти работу недалеко от дома. Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками – 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше 8 часов в день и на 8% чаще работают по выходным. Мария Гожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова